На календаре 15 мая, четверг, а на завтрашний вечер Брещане и гости города Надбога могут запланировать себе такое интересное мероприятие. 16 мая в рамках Ночи музеев сотрудники Музея истории города Бреста проведут экскурсию по улице Советской. На ее примере будет рассказана летопись областного центра. Музейщики обратят внимание публике на сохранившееся историко-культурное наследие Бреста, чем он может похвастаться перед другими городами, раскроет тайны некоторых старинных зданий. Экскурсанты узнают, как раньше брестская молодежь проводила свой досуг. В общем, будет интересно. Экскурсия закончится к моменту зажжения керосиновых фонарей. Доброе утро, меня зовут Денис Липкин, «Утренняя эспрессо» расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Сегодня в программе Социальная передышка. В теме дня о необычной помощи семьям, где живут инвалиды. Больный хоккей. Уточним, как и кого поддерживают брещане на чемпионате мира в Минске. Балканская цыганская музыка и рок-н-ролл в одном. В гостях «Утреннего эспрессо» участники коллектива «Плюмбов». И еще анонс мероприятий для любителей семейного бега. Ведь сегодня Международный день семьи. Твой выбор на пути к здоровому образу жизни. Такой слоган внутренней пробежки в Брестском парке культуры и отдыха. Желающих приглашают в 10 часам 18 мая. В Берестейском забеге также примут участие подопечные Территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста. На мероприятии будут присутствовать и профессиональные легкопеты, чьими рекомендациями можно воспользоваться. Ну а прямо сейчас перейдем к прогнозу погоды на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Учебный год еще не завершен, а в Высоковском профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства Каменецкого района думают уже о новом наборе. Утверждены уже все контрольные цифры. Для девочек на основе базового образования будет открыта новая специальность – контролер-кассир. Сегодня широко развивается сеть торговых объектов, и эта профессия будет востребована. Колледжем заключены договоры о сотрудничестве с 27 организациями и предприятиями Брестского, Каменецкого, Пружанского и Жабенковского районов. О не менее важных событиях и жизни Брещины в рубрике «Амсор Пресс». В прошлом году в Брестской областной больнице успешно была выполнена первая пересадка донорской печени. Запланированы ли подобные операции на нынешний год? Какие новшества внедряются здесь сегодня? Ответы на эти и другие вопросы в сегодняшнем номере газеты «Заря». На 16-е место на Евровидении кабринчанина Юрия Ващука, известного как Тео, ярые критики отреагировали злобными комментариями в интернете. Однако в свете победных результатов этого конкурса нет повода для расстройства, пишет «Заря». С генеральным консулом Республики Польши в Бресте встретились корреспонденты Брестского вестника. Госпожа Новаковска ответила на вопросы о визах, рассказала о работе консулата и своих впечатлениях от пребывания на белорусской земле. За пару дней до открытия чемпионата мира Минск производил необычное впечатление, как столица Беларуси встретила хоккейных болельщиков, пишет Брестский вестник. «Нашей стране на тысячу браков приходится 666 разводов. Цифра прямо-таки демоническая. Причем подавляющее большинство пар распадается в первый год совместной жизни. Почему так происходит, на страницах Брестского вестника рассказывает психолог». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». «Социальная передышка» – так называется новая программа Кобринского дома-интерната. Прежде всего, социальная передышка – это помощь семьям, где живут дети-инвалиды. Гость программы – Николай Данилюк, директор Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Николай Степанович, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с самого начала. Итак, что из себя представляет эта социальная передышка? Ну, услугами социальной передышки могут воспользоваться как инвалиды в семьях, так и пожилые люди пожилого возраста. Что включает и что дает данные вопросы? В первую очередь, дает возможность кратковременного поселения в дом-интернат без лишения дееспособности инвалидов на период до одного месяца. Но вот за этот месяц что будет предложено? Это же не просто проживание, правильно? А целая программа? Да. В течение этого месяца, естественно, высокопрофессиональными работниками в доме-интернате будет оказан круглосуточный уход за инвалидами, проживающими в доме-интернате. Естественно, медицинский контроль также по необходимости могут проживающие направлены на обследование, консультации в лечебные учреждения. В доме-интернате имеется, естественно, и столовая с четырехразовым питанием, спортзал, библиотека, своя прачечная, где можно произвести необходимые постирочные вопросы. То есть, в принципе, этот месяц может быть и отчасти насыщенным у человека, который воспользуется данной услугой, правильно? И в плане досуга, и в плане вообще поправить свое здоровье. Да. Насколько востребована эта услуга? Насколько востребовано. Провели небольшой анализ. На протяжении 2013 года в доме-интернате Кобринском оказано таких услуг, три услуги. За отчетный период 2014 года к нам обратилось уже два человека, которым были оказаны данные услуги. Ну, если говорить о том, что идет оказание таких услуг, на какой основе? Безвозмездно или все-таки придется заплатить? Краткосрочное проживание, естественно, производится на платной основе. Оплата, естественно, производится по конкретным оказанию услуг. Решением Брестского областного исполнительного комитета установлены максимально тарифы на оказание услуг данных. Краткосрочное проживание. Для домов-интернатов психоналогического профиля на сегодняшний день они составляют 149 600 рублей в сутки. Что дополнительно хотелось бы еще сказать? Естественно, составляется договор между дееспособным гражданином или же опекуном при наличии всех заключений. Также дополнительную информацию можно получить по телефону 2-11-82 в доме-интернате. Ваше учреждение одним из первых в регионе начало прививать вот такой опыт. И получается, если его подхватили ваши коллеги, вещь востребована. На ваш взгляд, насколько? По необходимости. Дело в том, что возможно решить какие-то семейно-бытовые вопросы. Возможность где-то восстановить свое здоровье родственникам. Также вопрос решить о лишении дееспособности инвалида, если в последующем планируется поселить инвалида для постоянного проживания в доме-интернате. Поэтому обращаются граждане, и мы готовы оказать данные условия. За дополнительной информацией граждане могут обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту проживания. И мне кажется, если те телезрители, которые еще не знали, то обязательно, если им такая помощь необходима, они ей воспользуются. Хорошего дня. Удачи. Спасибо. Социальная передышка. Так называется новая программа Кобринского дома-интерната для семей, где живут инвалиды. В студии программы был Николай Данилюк, директор Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ночью вижу странные сны, холодная планета. Я не знаю, как и кто здесь мы, не нахожу ответа. Жить в поисках врага, а так хотелось друга. Как вырваться тогда из замкнута в округа? Большая звезда согреет тебя, а сердце согреет кровь. Кого распинал, ночами не спал, мир просто не знает любовь. На рынок детской мечты, с фонарем без света, мы искали в небо мосты от души рассвета. Но поиски врага, когда хотелось друга, отправят, как всегда, по запутому кругу улетай. В небе встретишь новый день, большая звезда согреет тебя, а сердце согреет кровь. Кого распинал, ночами не спал, мир просто не знает любовь. Любовь Любовь Большая звезда согреет тебя, а сердце согреет кровь. Кого распинал, ночами не спал, мир просто не знает любовь. Большая звезда согреет тебя, а сердце согреет тебя. Большая звезда conjunction! К抵ворки Большая звезда precisa. Большая звезда Большая звезда Инταν 전ゆaters И действий Всех Открынь И Изна Сегодня 15 мая и вот какими событиями был ознаменован этот день. В 1637 году в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. На торжества были приглашены все ведущие ботаники и садоводы мира. Праздник открылся карнавальным шествием. Мужчины шли в черных сутанах с тюльпанами в руках. Однако массовое разведение необычного цветка началось лишь спустя 350 лет. 15 мая в 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. В последующие три года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, что поспособствовало популяризации пассажирской авиации. В этот же день в 1935 году состоялось открытие первой линии московского метрополитена. На линии было сооружено 13 станций и 17 вестибюлей. И первоначально метрополитен столицы носил имя Кагановича. 15 мая в 1940 году родилась актриса театра и кино Светлана Светличная. У актрисы было много ролей, но самый большой успех Светличной пришел с картиной Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». После этой эпизодической роли Светличная стала известна в истории советского кино как первая актриса, показавшая стриптиз. В этот же день в 1945 году московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. С момента начала Великой Отечественной войны было передано свыше 2000 сообщений. В последней оперативной сводке Юрий Левитан сообщил, прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен. Как обычно, и нынешний год для заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Радость» Брестского городского дома культуры будет весьма насыщенным. По традиции коллектив примет участие в офисе.